чтобы не утопить машинку естественно я туда не поеду ехал до дочки привет друзья я ехал в любимовку и получилась такая ситуация что мимо этого бельбековского водозабора и получилась такая ситуация что здесь его затопило так что друзья вы кстати не забывайте подписывайтесь на мой канал я вам здесь все сейчас покажу но покажу в пределах разумного потому что на территорию меня естественно не пустят ну так что здесь под затапливала дома людские где люди живут подвалы по затапливала об этом почему-то еще никто не говорит или никто не знает или никто не говорит но я вам друзья сейчас здесь все покажу и пробегусь вокруг территории где то что тут все увидите так что давайте перейдем просмотру так друзья бельбековский водозабор затопило вот такая вот ситуация понятно что за забор нас не пустят но тут уже видно и так там все полностью в воде то есть все сделано по современным технологиям и все было не очень рассчитано друзья сейчас я вам все покажу здесь ну в пределах разумного потому что ухты и мою а я не знаю друзья вам придется поверить мне на слово но там наверно утонула машина если видно там беленькая такая стоит вот друзья здесь затопило дорогу все по затапливала сейчас я вам попробую показать за забором там тоже все в воде но ну и так понятно потому что сквозь эти трещины видите сука воды они и сделали как будто бы в яме получается этот двор или что там находится так друзья сейчас попытаюсь вам показать что там за забором давайте посмотрим там все затопило полностью все затопило вот друзья прямо сделали водозабор так удачно и хорошо что получается потопило людей изменили немного русла пошла вода и потопило людей вы посмотрите какой они терпят ущерб подвалы затоплены все затоплено но почему-то об этом никто не говорит но я друзья вам об этом расскажу обязательно так что буду держать в курсе событий где что здесь происходит так друзья напомню число сегодня 5 июля ну это что были в курсе и вот смотрите здесь тоже все подтоплено вот эти дома полностью там утоплены я вам уже показал фрагменте с этого места вот такая вот ситуация на бельбеков скам водозаборе его затопило друзья вот это реально эксклюзив вы только посмотрите я хотел добраться до получается реки бельбек я вот этот бельбековский водозабор был только что с той стороны там где у людей дома подтопило и объехал и решил проехать туда ну естественно это дать их поеду потому что я здесь даже не знаю глубина какая чтобы не утопить машинку естественно я туда не поеду ну сам факт того что бельбековский водозабор утонул вы посмотрите какие здесь огромные лужи здесь вообще-то здесь типа как яма вот здесь она наполнилась водой давайте вот здесь где поменьше глубина я вам покажу здесь где бугорок видите здесь сделаны такая насыпь для дороги сделано как яма и она здесь все набрало и там все затопило я надеюсь там все будет хорошо видно ситуация здесь конечно плачевная кто здесь даже здесь даже не соблюдены нормы дороги что ли получается если эту дорогу затопило я правда не знаю там люди живут или нет но для чего-то здесь дорогу делали получается здесь затопило ладно друзья сейчас мы еще тогда я только что проезжал мимо реки бельбек там она вышла с берегов там затопило поле если там еще остановлюсь и там вам все засниму покажу так друзья вот мы идем теперь к реке бельбек вот это сама река вот это течет она мимо куйбышева кстати где люди очень сильно тоже пострадали здесь вот такая вот ситуация вода уже здесь более-менее поспокойней потому что она поразлилась по дворам по домам по полям сейчас уже на ту сторону пройдем а вода забор находится вон там ручья к нему друзья не смогу пройти потому что вы сами должны понимать что вот за этим водоемом находится вода забор где-то там ну я вам показывал его поближе с двух сторон получается но и с этой стороны тут вообще вообще он затопило очень сильно да друзья эти наводнения в крыму начинают надоедать уже потому что люди страдают происходит что попало все что не сделано все сделано видимо не совсем по технологиям так друзья здесь видите что-то видите не то что надо получите я не понял наверно тут водосброс какой-то сделали под дорогой может труба какая-то есть но непонятно наверно труба какая-то здесь под дорогой идет рядом с рекой потому что здесь такое течение соответственно и течение но это не река река вот она да друзья там труба проложена под дорога это видимо сбрасывается вода с под этого под бельбековского водозабора вот то все что затоплено оно должно сброситься вот по вот этой вот трубе что там и вот здесь затопило какую-то дорогу дальше друзья ситуация я думаю ясно так друзья еще хотел показать вам один такой момент здесь получается по всему бельбековскому русло я так называю это место во дворах в полях везде все затоплено сейчас если получится конечно подойти поближе потому что здесь болото просто затопы конкретные и вот друзья посмотрите у людей если видно 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 надеюсь это просто сейчас друзья на телефон снимаю потому что камера у меня села вот и стоит на зарядке поэтому на телефон я сниму покажу вам что по затапливала у людей все поля и не только поля и огороды и все по затапливала дальше друзья люди пострадали здесь очень сильно даже зарабатывая получается на выращивание всякой продукции она все потонула у людей то есть опять будут колоссальные ущербы пока я вот получилась ситуация с бельбековским водозабором и с людьми которые там живут рядом возле этого бельбековского водозабора которых по затапливала ситуация конечно страшное происходит в крыму и с этими дождями то ялта утонула то здесь уже что-то происходит непонятное хочу друзья я даже не знаю что вам сказать по этому поводу что будет дальше так что друзья не забывайте подписывайтесь на мой канал и пишите ваши комментарии всем спасибо огромное за просмотр и до новых встреч в новых видео всем друзья пока